Итак, школьник, ты с доблестью сдал экзамены и получил аттестат. Поздравляю, теперь ты абитуриент. Дальше тебе предстоит принять трудное решение, пойти в колледж, вуз или в армию. Выбор очевиден. Без всякого сомнения, ты выберешь БГУ. Но вот какой факультет? Я ни на что не намекаю, но есть одно место, куда при поступлении на ЦТ не надо сдавать ни одной технической дисциплины. А проходной балл на бюджет составляет всего 275 баллов. Да, ребятки, я говорю об эстфаке. Итак, пару слов о нём. Он находится по адресу улицы Красноармейская, дом 6. Это возле метро, это в Минске, это в Белоруссии, это на земле. Смотри, не заблудись. В этой фре ММОРПГ есть 4 игровых класса. Историк, архивовед, документовед и музейщик. Учиться на эстфаке очень просто. Конспектируя все лекции за партой, за ноутбуком, за обедом, вам решать. Напишите курсовую работу по любой теме. Про 812, 17, 41, 45, 945. Напишите курсач хоть по первобытной эпохе. Главное, чтобы вам это нравилось. Думаете, это всё? А вот и нет. Прикоснитесь к истории, дотронетесь до истории. Только особо не увлекайтесь извращенцей, иначе вас больше не пустят в наш эстфаковский музей. Да, у нас есть музей, а у вас его нет? Да. А если вы думаете, что эстфак это нудная учёба, то вы глубоко ошибаетесь. Вашему вниманию я представляю эстфаковский многопользовательский шутер от первого лица. Археологическая практика. Проработанный графон, качественный геймплей, а также возможность играть своими лучшими друзьями. Соберите все находки и станьте лучшим археологом. А теперь ты, наверное, задашь логичный вопрос. Кем же я стану после окончания исторического факультета? Историки, юный мой друг, нужны везде. В школе, в универе, в музее, в архиве, в банке, в турагентстве, в кино, в телевидении, даже в космосе. На историках держится современное постиндустриальное общество потребления, юный падаван. Всё ещё сомневаешься? Ладно, я дам тебе секунду подумать. Да чё тут думать? Сдавай цветы под два документа. И гордись тем, что ты стал студентом исторического факультета ПКУ.